всем привет в калифорнии тоже наступает осень надо будет вам сфотографировать вывесить показать она конечно здесь не такая красочная как в россии но здесь далеко не все растения вечно зеленые листья тоже желтеет опадают просто немножко попозже чем в россии что хотела сказать по поводу опять эмиграции я вчера обратила внимание на то ваше внимание на то что женщинам эмигрировать как правило проще если они приезжают сюда замуж за американца но тут тоже есть свои подводные камни есть полно историй когда девушки знакомились по интернету с мужчинами американцами как правило это либо мексиканцы либо афроамериканцы они приезжали выходили замуж и у них потом начиналось очень много проблем самые ушлые в этом на самом деле мексиканцы тут была история одной девушки она из какой-то там деревни из новосибирской что ли области она приехала вышла замуж за мекса он иммиграционный адвокат он не оформил ей никаких документов рожала на по бесплатной страховке по медикалу и когда она родила ребенка он спровоцировал как она на него кричит записал это на видео и подал на нее в полицию в суд в общем она немножко посидела в тюрьме потом ее выпустили потом ей собирали деньги на адвоката ребенка она могла видеть два раза два раза в неделю по два часа в присутствии социального работника но в результате два года это все длилось присудили опеку 50 на 50 сделали ей документы по абьюзу сделали грин карту по абьюзу она нашла себе мужчину куда-то пропала как обиделись те кто и помогал что даже никого не не спасибо не сказала просто исчезла таких историй на самом деле много я когда первый раз работала по walk and travel и сэ в 2001 году это был парк развлечений я работал на кассе подошла красивая молодая женщина с двумя детьми а так обрадовалась что я русская прям у него такое счастье она говорит вот я вышла замуж за американца думал мне будет все хорошо на я жжу небольшом городке я единственная русская мне общаться не с кем мне так плохо и тут подходит американец принципе симпатичный не пожилой тоже молодой она сразу глаза опустила замолчала и перестала говорить по-русски имеют тогда так жалко стало так что если кто-то хочет уехать сюда выйдя замуж за американца тут надо быть очень осторожными потому что можно нарваться на неблагоприятный исход у меня на самом деле статистика 50 на 50 кто-то вышел замуж очень хорошо ну а кто-то даже только вышел по общим меркам хорошо тем не менее он здесь несчастлив хочет домой и был была девочка одна просила помощи она выиграла в грин карту я про нее рассказывал по моему из украина она она выиграла грин карту и вот они уже должны были получать гражданство последний год остался с мужем они она выиграла причем не муж с мужем они решились разойтись и ребенка не было гражданство ребенок рожден там в украине и вот в последний ее отъезд на собиралась уехать потом вернуться подать на гражданство он забрал паспорт ребенка то есть она полгода жила там полгода здесь чтобы выждать 5 лет получить гражданство ради ребенка он отобрал паспорт ребенка сказал ты можешь ехать куда хочешь а ребенок останется здесь но в результате чем это закончилось она сделала справку в посольстве в сан-франциско ребенка вывезла понятно что ей въезд в сша навсегда закрыт то есть если она приедет сюда а он написал на нее заявление то ее арестуют посадят за незаконный вывоз ребенка вот тут единственный нюанс что ребенок еще не был на тот момент гражданином то есть только green card вот возможно ничего и не будет но если таким образом вывести американского гражданина то много на самом деле случаев когда женщины забирают детей и быстренько вывозят но там уже я сразу пишут заявление в полицию и они просто больше никогда не возвращается отцы никогда больше не видят детей в принципе все те кто так сделал они нормально устроили свою жизнь в россии и обратно в сша не хотят и тут те кто столкнулся с абьюзом хотя здесь сша если муж тебя абьюзит тут и green card у за счет этого можно получить и различные привилегии но для всего этого нужно знание хорошего языка хороший языка нужен адвокат не все знают куда идти и считают что самый простой способ уехать ну и многим допустим может просто не понравится америка и смысл всем этим запариваться если можно просто забрать ребенка и уехать то есть выбирает такой вариант то есть далеко не у всех все проходит гладко даже у тех кто казалось бы вышел замуж и вроде все хорошо и муж зарабатывает потому что действительно есть такое что если нормальный мужик американец то он и среди местных себе жену может найти смысл ему откуда-то там сидеть на сайтах знакомств и и вести жену из филиппин из россии украины там еще откуда них смысла в этом нет как правило не самые успешные американцы к этому приходят искать и очень популярны филиппинки потому что они такие преданные он даже есть на дзене дмитрий вест он не очень популярный канал он женился на филиппинке она во всем ему поддакивает вся такая послушная красивая худенькая но глядя на диму я понимаю что он бы себе аналогичную красивую девушку русскую он бы просто никогда не нашел а для филиппинок любой белый мужчина это уже царь и бог независимо от дохода внешности то есть белый мужчина все уже считай жизнь удалась но не получилось американцам ладно увидим замуж за русского вот но это так мои мысли вслух про иммиграцию самое конечно благоприятно это мигрировать по рабочей визе как айти как научные работники на втором месте это как беженцы эмигрирует якобы тоже в принципе у них все хорошо но каждый случай индивидуален действительно это правда как николай сказал в любом возрасте могут быть проблемы кто-то может эмигрировать в 70 лет и все хорошо кто-то кому-то не понравится и в 20 лет то есть каждому свое это личное дело каждого человека его выбор в принципе всегда можно вернуться никому до этого дела не будет что ты вернулся и не обязательно потом как та же екатерина сандурни на каждом углу орать как ей там плохо было в америке как ей все хорошо в россии что она в америке жила в четырехэтажном доме с бассейном там совсем в россии она сейчас живет в квартире съемной и в россии ей намного лучше жить чем в доме с бассейном в лос-анджелесе ну каждому свое у нее каждый пост направлен на то чтобы сказать вот как плохо все в америке и как хорошо у меня тут в россии самое интересное она не в америке не сейчас в россии нигде не работает и вообще непонятно на что они там живут на какие такие можно пособие на какие-то американские сложно сказать и как ее муж мексиканец смог найти какой-то заработок в россии вот так что подписывайтесь ставьте лайки пишите что вам еще интересно всем пока пока